И многие страны погружались в коррупцию именно и в войну, именно из-за вот этих вот столкновений огромных газовых лоб. Есть такие газовые лобби, интересы газовых лобби и нефтяных, энергетических крупных компаний Америки. Есть интересы Европы. Но если европейцы и американцы, они больше расчищают позиции, чтобы туда войти и выкачивать, то такая страна, как Россия, у которой нет технологий, они ничего никогда не разговаривают, они паразитируют на собственных ресурсах. И поэтому, раз нет технологий, поэтому и вам не дадим их добывать. И вот тогда возникает вопрос, а когда это закончится? Потому что если мы после этого понимаем, когда это закончится, то мы тогда можем делать вывод, а что нам, собственно, делать? И мы можем прийти к неутешительным выводам, потому что, возможно, мы ведем себя неправильно. Потому что вопрос, когда это закончится, в путинском мозгу и в мозгу газового лобби никогда. Мы вам будем разрушать до тех пор. И, кстати, войну, перемирие мы можем установить, но пушки будут стоять и время от времени постреливать в эту сторону, в разрушенные города. И даже можете там восстанавливать, что-то такое. Но добывать миллионные, миллиардные вложения в эту территорию вы делать не будете, потому что мы вам показали, чем это заканчивается. И люди или инвесторы крупных компаний будут видеть, что сюда вкладывать нельзя, потому что Путин придет. Или кто там будет после него, после этого. Потому что проблема в России, именно это газовое лобби. Это их Газпром, который, кстати, ошибся настолько, идиот, что на фондовой рынке он уже стоит ноль. Но при этом они продолжают поставлять газ, в том числе и через территорию Украины. Поэтому вот, когда это закончится, к сожалению, можно сделать вывод, что в таком понимании, если это будет продолжаться, если не произойдет какое-то чудо, переворот в России на то, что рассчитывают сейчас, и многие это озвучивают. Но вопрос, а куда вы денете это газовое лобби, которое просто хочет, чтобы там ничего не происходило. И готова спонсировать любую идеологию путинского толка. И будущую идеологию путинского толка тоже могут финансировать. И в этом проблема, потому что конфликт может действительно затянуться на десятилетия. Десятки лет эта территория, которую он сейчас разрушит, будет стоять в таком состоянии, куда не будут течь деньги, и люди оттуда уйдут. Кто останется, будет жить той растительной жизнью, которая позволена будет жить на этой территории. Что-то восстановится, возможно, даже построят стеклянные вокзалы, ну и все. А крупные инвестиции туда идти не будут. Даже разрешат малый и средний бизнес, пожалуйста. От налогов, правда, не освободят никогда. Но, в общем, вот проблема в том, что оценка ситуации заключается в том, что, возможно, это очень надолго. Конечно же, отсюда возникает вопрос, а что делать и чего боится Путин? Путин боится больше всего альтернативных поставок газа на территорию Европы. И вот здесь, когда ты смотришь на, что может сделать украинское правительство, украинский нафтогаз, этот монополист идиотский, что он может сделать, чтобы как раз сделать наоборот, чтобы тоже стать поставщиком газа. Разве Украина не может, да? А у Украины есть скважина, оказывается. У Украины есть огромное количество разведанных ресурсов. И на не той территории, которая сейчас бомбится, а на другой территории. Но Украина этого всего не добывает. Она добывает там где-то 19 миллиардов и все. Но почему она не добывает? Потому что у нас есть монополист на Ак-Нафтогаз Украины, который забрал себе все лицензии, разрешения. И не дает их никому, а если дает под такие драконовские цифры, что их невозможно взять и ни один инвестор не заходит, потому что разработка скважины достаточно рискованное дело. Но он заранее говорит, платите мне, монополисту, и я буду вам разрешать. И поэтому новые скважины не открываются, новой добычи нет, а ведь это война. И война заключается в следующем. Если Украина начнет качать газ в Европу, это огромная помощь Европе отказаться от российского газа. Но у нас есть Ак-Нафтогаз Украины. Эти твари никогда тоже никому ничего не дают. Потому что они забрали себе все лицензирование, все разрешения, весь контроль. Они монополисты. Они забрали у всех. То есть, вывод очень простой. Где монополизация? Нам не нужен этот Ак-Нафтогаз. Нужна полная либерализация газового рынка. Отделите газовую трубу, через которую идет газ, на ту же самую Европу, которую, по моему разумению, тоже надо бы подорвать и не дать им возможности поставлять. Но возникнут проблемы у наших европейских партнеров, чтобы не создавать им проблемы, пока нет. Но добычу газа, а это только демонополизация, это только льготы для иностранных компаний, которые могут войти и быстро начать добывать газ для той же самой Европы. Это возможно. Расконсервировать огромное количество скважин возможно. Но у нас есть Ак-Нафтогаз Украины, такая заскорудлая организация монополист, которую надо просто уничтожить. Может это Зеленский сделать? Теоретически да. Может ли собраться парламент, демонополизировать рынок газа? Да. Но только надо найти людей, которые это хотят делать. Я не говорю могут. Я говорю хотят. Потому что у нас есть люди, которые хотят полной демонополизации, то есть свободного рынка. А есть люди, которые хотят полного государственного контроля. И у нас на территории Украины происходит столкновение. И у нас всегда побеждают государственники. Вот даже обратите внимание, последнее, когда началась война, президент и правительство очень популистки и правильно сказали, мы снимаем таможенные пошлины на товары. Мы снимаем таможенные пошлины на товары, чтобы у нас функционировал завоз сюда товаров, которые так необходимы людям. Проходит какое-то время, предприниматели приспособились, и вдруг эти же государственники, а также их прихлебатели, всевозможные инвестиционные банкиры, всевозможные журналистишки, которые ничего не понимают в бизнесе, начали орать о том, что километровые очереди, оказывается, на польской границе, на завоз автомобилей беспошлины. А за автомобиль, я вам напомню, наши граждане платят 20% НДС и плюс пошлину на НДС 10%. Короче, и плюс 1,5% военный сбор. Так вот, эти пошлины все убрали, и люди потащили машину даже на воюющую территорию, потому что бизнес вдруг увидел, что можно зарабатывать. А у бизнеса одна цель – зарабатывать деньги. И вот эти государственники начинают орать, у нас война, никто не должен зарабатывать деньги. Тупые. Люди должны зарабатывать деньги даже во время войны. И если они делают поставку на воюющую территорию, тех же самых автомобилей или товаров беспошлины, это значит, что граждане Украины получают товар чуть дешевле. Это значит, что рынок пошел, и люди покупают. Не забывайте, что все стоит. Но государственники и тут побеждают. Уже начались требования, давайте отменим эти пошлины, не дадим зарабатывать никому на нашей территории. Эти государственники не хотят давать зарабатывать никому. Это только на автомобилях, например. Еще на другом можно пример эти привести. Когда, казалось бы, благое дело тут же прекращается, потому что пошла деловая активность. Потому что люди проснулись и начали зарабатывать. Но заработанные деньги ведь они вложат в эту же самую страну, раз они здесь работают. Построят те же самые новые салоны автомобильные. Да люди наши просто, граждане обычные, получат эти деньги. Вот так вот инак нафтогаз Украины. Он сидит, не дай бог. Они ведь чем мотивируют? Не дай бог дать кому-то заработать. Не дай бог добыть газ, и кто-то заработает. А не держава. Но держава не может. А держава не может. Значит, не дадим никому. Значит, установим доконовские пошлины. По закону. Вот это все по закону. Они же законы принимают. Такие законы, по которым нельзя добывать нормально газ и инвестировать в газовую и нефтяную добычу на территорию Украины. Это все делает нафтогаз Украины. Это вообще все государственники это делают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова